Перед нами ехал автомобиль ВАЗ-2114. Он резко перестроился вправо. Я, увидев ВАЗ-2107, который впереди стоящий, тоже резко начал уходить вправо, а, к сожалению, мой товарищ не успел. Этот молодой человек вместе со своим другом-байкером двигались по крайней левой полосе. Он рассказал, что «Лада» 14 модели, ехавший перед ним, резко перестроился вправо. Мотоциклист успел заметить «Жигули» с выставленным аварийным знаком и также его вернул вправо. А вот его товарищ, ехавший следом, если и увидел остановившийся автомобиль, то сделать ничего не успел. На полном ходу он влетел в «Жигули» по большей части телом, а мотоцикл отлетел почти на 100 метров. Первоначально у них ДТП, был знак. После этого он убрал знак, собирался только выезжать. И как бы не вовремя, не в том месте оказались. А с вашей большой, что ли, у товарища был? Нормальный. Больше трех лет. Изначально «Жигули» стояли в левом ряду как участник небольшого ДТП после столкновения с автомобилем скорой. Они уже собирались отправиться в центр оформления, как стали участниками еще одного происшествия. Мотоцикл под управлением молодого человека, 93-го года рождения, следовал по улице Ямашево со стороны улицы Адаратского в направлении стадиона Акбарс-Арена. В пути следования совершил наезд на стоявший в крайнем левом ряду автомобиль ВАЗ-2105. В результате наезда мотоциклист получил телесные повреждения и скончался на месте от полученных трех. По предварительным данным, скорость, с которой двигались байкеры, 70-80 км в час. Но в этом случае не спасла ни экипировка, ни шлем.